Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения ЛЦПЛ на Ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также, как только на этом видеоролике вы наберете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий ролик. Даже если вы через 10 минут наберете после выхода этого ролика, я сразу же выпускаю следующий. Ну что же, сегодня у нас 4 матча против Лацио игра, очень важная, как я считаю, потому что только их мы не смогли обыграть на групповой стадии. Игра против Рубина, против Химок и против Тульского Арсенала, то есть одна игра всего лишь в Лиге Чемпионов. Ну что же, сейчас будем немножечко вторым составом играть, потому что у нас уже через 3 дня игра с Лацио, поэтому состав нужно нам ротировать. Так, ну Пикфорд, мне кажется, останется в любом случае на воротах, почему бы и нет. Вот Дуглас Сантос, Караваев, я не знаю, давайте Лукуми выпущу, пусть привыкает и к нему болельщики вот так вот. Вместо Паласиуса Фодена, Бариуса, вот Азмун даже не может, там Чалов с Шамуродовым у меня уж точно сегодня выйдут, дам отдохнуть своим основным нападающим. Ну и мостовой Малком, оставлю на поле у него пиковая форма, почему бы и нет. Ну и все, вот таким составом мы выходим. Давайте я капитанскую Малкому даже отдам. Все, Рубин против Зенита, Российская премьер-лига, поехали. Итак, Казань-Арена, Рубин принимает Санкт-Петербургский Зенит. Дождь или это снег, я уже даже не знаю, наверное, на снег больше похоже. На стадионе, поехали. Ну и Жезус замечательно. Слава Богу, то, что выпустил его. Я знал, что если он получит мяч в какой-нибудь позиции, то он и забьет. Получилось. 1-0. Здесь как-то сумбурно все получилось. И перехват какой-то от Малкома в касание голевая заодно. Ну и гол от Жезуса, ну там и как-то Дюпин далеко вышел. И все, минимальная победа. Получилось в конце встречи забить гол. Ну и вот так вот. Не прошла моя вот эта тактика, то, что стоит ротировать состав перед игрой в Лиге Чемпионов. Но хотя бы одного игрока ключевого, причем это стал единственный удар в створ наш. Вот благодаря голу Габриэля Жезуса мы выиграем в сегодняшней встрече. У него оценка 7-0. После восьмого тура мы все так же на первом месте лидируем в одно очко над вторым местом. Вырванная победа. Из пяти номинантов название лучший футболист мира наибольшие шансы имеют игроки клуба Ливерпуль. 5 человек. Регони. Может перейти в Аталанту, отрицают слухи. Ежемесячный отчет. В сборный месяц попал Шамуродов и Жезус. По тренировкам. Вот, кстати, только Шамуродов минус один. Вообще замечательно. Регресс какой-то у него пошел. Ну и сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Четвертый тур. Играем против Лацио. Теперь у себя дома на стадионе. Дриуси ужасную форму у себя показывает. Выйдет мостовой тогда. Ну и все. Так, по рейтингам посмотрел, по выносливости, по силам, которые остались. Поэтому все, вот таким составом мы выходим. Зенит против Лацио. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Лацио. Лига Чемпионов. Четвертый тур. Поехали. И все-таки пропускаем. Подача эта прошла. Пятьдесят первая минута. И снова, скорее всего, не выиграем мы против Лацио. И отлично. 1-1. Габриэль Жезус перед самым перерывом смог сравнять счет. Слава богу, это получилось. Ребята молодцы. И все. Финальный свисток. Удалось нам ухватить и урвать эту ничью. Так же, как это было в Италии практически. Но Жезус 7.5 оценка получает. Даже его больше оценили. Нежели чем игроков Лацио. Ну, а Челси 3-0 выносит Йонг Бойс. Мы все так же на первом месте. В 2 очка лидируем над второй строчкой. Габриэль Жезус травмирован, оказывается, у нас теперь воспаление мышц. И вернется к нам в ноябре только. У нас сейчас идет как бы ноябрь. Но я не знаю там, через сколько он будет готов. 5 дней. Написали. Так, играем против Химок. Что еще могу сказать? Немножко будем сесть наротировать состав. Ну, что же. Вот таким составом мы выходим против Химок. Играем дома. Зенит Химки. Поехали. Итак, Газпром арена. Зенит против Химок. Российская премьер лига. Поехали. И Азмун 1-0. Отлично. 39-ая минута. Выходим вперед. И 2-0. Дубль Сердара Азмуна нам сейчас приносит победу, скорее всего. Но и есть еще полчаса, чтобы Азмуну забить х3. Ну, еще и Чалов забил. Отлично. 3-0. 88-ая минута. И все. Разгромная домашняя победа. Зенита над Химками. Дубль Азмуна и гол Чалова нам приносят эту победу. Лучшим игроком матча признан Сердар Азмун. После 9-го тура, кстати, у нас теперь побольше отрыв идет. В 3 очка мы лидируем над Локомотивом. Итак, скауты нам нашли снова правого нападающего. Давайте посмотрим. Эдена Азара. Замечательно. Диаби. Спасибо большое. Ну, вот Кулусевский. Кулушевский. Интересный вариант. Добавим его в список. Почему бы и нет. Вдруг этот парень именно у нас раскроется. Габрель Жезус полностью выздоровел. Замечательно. Ну, и у нас сейчас последняя игра против Тульского Арсенала. Мы играем сейчас на выезде. По составу только вот Луневу выпущу в стартовом составе. И все. Надо еще посмотреть, кстати, через сколько мы играем в Лиге Чемпионов. Через 3 дня. Поэтому надо, мне кажется, сейчас состав полностью ротировать. Вот таким составом мы выйдем. Тула против Зенита. Поехали. Итак, Арсенал Арена. Зенит приезжает в Тулу на Чемпионат России. Поехали. 1-0. Наконец, у нас, кстати, забивает Паласио. Давно его голов мы не видели. 29-ая минута. 1-0. И все-таки пропускаем. 60-ая минута. Тульский Арсенал все-таки смог распечатать. Канго забивает. Неплохой удар был. Теперь придется еще и отыгрываться. И все. Заканчивается матч. Голевая ничья. Вилли по ходу матча. Главное, хотя бы это, наверное. Ну вот. Если бы выпустил Жезусу, мне кажется, игра пошла бы получше. Но, как мы видим, не у нас в атаке ничего не складывалось. Не у Тулы. Просто по одному удару. Вот как-то так. Итак, после 10-го тура мы все-таки лидируем в Российской Премьер-лиге. Но теперь вот минимально. И Краснодар поднимается на вторую строчку. Итак, ну мы договорились более-менее как-то с Кулусевски. За 19,5 миллионов он к нам присоединится. Мне бы поскорее тогда уже получается продать Регони. Вот. И все. Там как раз все деньги за Регони. Они пойдут на Кулусевски. Неплохой нападающий в нашу команду. Мне кажется, хорошее будет подписание. На этом все, друзья. Спасибо всем большое за просмотр. Напоминаю, как только набираете 10 лайков под этим видео, сразу же выкладываю следующий ролик. Хоть даже через 10 минут. Поэтому все зависит от вас. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жиданных Стейдж. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok